Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также моё традиционное напоминание, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где мы на ежедневной основе размещаем аналитический контент, общие новости, которые могут повлиять на средние-долгосрочные перспективы активов и конкретные торговые идеи. Их количество, кстати, каждую неделю растёт. И если вы уже подписаны на канал, вы знаете, что мы, по сути, принимаем заявки на те валютные пары и торговые активы, которые вы хотите, чтобы мы разобрали. То есть оставляйте комментарии в секции с комментариями, каждый пост можно комментировать. И на основании вашего фидбэка мы будем строить дальнейший анализ технический, в том числе фундаментальный. Ну что ж, сегодня нужно подвести итоги заседания Европейского центрального банка. Я в целом могу охарактеризовать их как позитивными для европейской валюты, которая сейчас против доллара котируется на уровне 1.18.30. То есть мы не ушли ниже отметки 1.18. Даже сейчас анализ рыночных настроений, позиционирование трейдеров всё равно оказывает на то, что у нас есть потенциал дальнейшего восходящего движения. И самое главное, друзья, если по тезисам говорить и анализировать решение и итоги заседания Европейского центрального банка, мы наконец-таки дождались конкретного решения или, по крайней мере, конкретного и чёткого сигнала относительно того, что программа количественного смягчения, в данном случае по еврозоне, будет сокращаться. Напомню, что перед заседанием ЕЦБ я вас готовил к нему как к тому самому инфоповоду и моменту события, в результате которого Европейский центральный банк может сделать шаг, направленный на ужесточение денежно-кредитной политики. Мы разбирали очень много сильных макроэкономических отчётов, да и в целом вся статистика, которая была, если мне не изменяет память, последние три недели и более, это хорошие цифры. Вспомните только последний отчёт по ВВП, по итогам второго квартала экономика еврозоны расширилась на 2,2%, в то время как прогноз был на отметке 2%. В годовом выражении роста 14,3%, тоже гораздо лучше прогнозного уровня. Я делал большой акцент и ставку на инфляцию, которая сейчас существенно превышает целевой уровень Европейского центрального банка. И инфляция, по сути, сейчас находится на уровне 3%. Это, конечно же, повод для участников рынка, для тех, кто ответственен за принятие конкретных решений по инструментам ЕЦБ, задуматься, не пришло ли то время, когда нужно ограничивать вот этим инструментарием дальнейший рост инфляционного давления, хотя бы в формате вербальных заявлений. Это вот мои комментарии в рамках вчерашнего брифинга. То есть я был практически уверен, что мы получим сигнал относительно того, что эта программа будет скорректирована. И в итоге эти ожидания оправдались. То есть те трейдеры, которые настраиваются на долгосрочный рост европейской валюты, получили то, что хотели. Их ожидания вознаграждения Европейский центральный банк сообщил о том, что продолжит действовать в рамках программы количественного смягчения. Ее объем составляет 1,85 триллиона евро. Но в последующие периоды, последующие месяцы, и здесь делается акцент на четвертый квартал этого года, объемы покупки облигаций могут быть снижены. И сейчас объем программы количественного смягчения европейской составляет 80-85 миллиардов евро в месяц. И я допускаю, что объем этой программы будет скорректирован под закрытие этого года до 60 миллиардов евро. Это не значит, что Европейский центральный банк отказался от политики вот этой щедрой бесплатной ликвидности, перестанет ее предоставлять. Нет, это важный, очень серьезный шаг, который сделан в сторону ужесточения политики. И фактически он доказывает то, что Европейский центральный банк абсолютно уверен в том, что экономика валютного блока справится, уже находится в очень хорошем состоянии, дальше будет только прогрессировать. Главный вывод, который следует, любая валюта на решение, которое предполагает ужесточение монетарной политики, должна реагировать ростом. Если мы посмотрим на дневки по евро против доллара сейчас, европейская валюта растет второй день подряд, но нам нужно, конечно же, более мощное восходящее движение. Тем более, что по евро я делал прогноз восстановления этого инструмента против доллара, еще и отталкиваясь от слабости фундаментальной доллара. Этот прогноз остается в силе, поэтому я, друзья, рекомендую вам ориентироваться по этой валютной паре на уровне 1.19 и выше. По остальным финансовым активам индекс доллара скорректировался сейчас уже ниже отметки 92.50. 10-летние треожились не растут, это хорошо. Доходность 1.3%. Ждем новые данные, новую статистику, ждем заседания Федрезерва. Через неделю, оно состоится 21-22 сентября, пока что ставка на снижение. Золото 1796 долларов за тройскую унцию. Настроение трейдеров в позиционировании меняется в рамках одного дня. Это доказывает то, что рынок в замешательстве. И трейдерам трудно сейчас определить дальнейший вектор движения. Я советую вам за всем этим шумом сейчас не следить, а просто понять, что для нас главный аргумент восстановления золота это слабость доллара, которая будет сохраняться, пока ФРС не начнет ужесточать монетарную политику. Как мы пришли к выводу, в ближайшее время этого не произойдет. Поэтому по золоту ждем движение выше отметки 1825. Американский фондовый рынок снова растет 4503 пункта. Ставка в лонг также в приоритете. Рынок нефти топчется в районе 72 долларов за баррель. И здесь очень интересная ремарка, которая заключается в последствиях урагана Ида. Мы следим за тем, как постепенно восстанавливаются объемы нефтедобычи в Мексиканском заливе. Но ситуация следующая, что по прошествии практически недели производство восстановлено только лишь на 25%. Если мы уйдем в историю и начнем сравнивать, как добыча восстанавливалась в этом регионе после урагана Катрины в 2005 году, то на этот момент времени, то есть по прошествии недели, добыча была восстановлена уже на 40%. То есть следует то, что ураган Ида оказался даже более разрушительным по последствиям именно для нефтяного сектора. Перебои поставок нефти сохраняются. Фактически добыча сейчас снижена на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Друзья, это очень много. И то, что снижен объем нефтедобычи, то, что приостановлена работа большинства нефтеперерабатывающих предприятий, все это конвертируется в статистику по снижению запасов. Запасы нефти снизились на 1,5 миллиона баррелей, запасы бензина на 7 миллиона. Это только начало. Через неделю будет статистика тоже со знаком минусом, цифры будут совершенно другого порядка. Я на это рекомендую делать ставку, работать с вот этой локальной фундаментальной возможностью, ждать бренд в районе 75 долларов за баррель. И еще сегодня предлагаю посмотреть на пару доллар-канадец, которые сейчас котируются на отметке 1,2647. Сегодня в 15.30 выйдут данные по рынку труда Канады. По прогнозу, уровень безработицы снизился с 7,5% до 7,3%. Нам нужен фундаментальный драйвер для канадца, тем более, что в ходе последнего заседания Банка Канады руководитель канадского регулятора дал понять, что готов свернуть программу количественного смягчения практически окончательно, если данные не будут разочаровывать. Рынок труда – важный отчет, и потенциально сегодня на нем мы можем приблизиться к уровню 1,2550. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели, и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok